Доброе утро! Сегодня у нас в программе замечательные грибы-лисички. Это мощнейший антидепрессант, который содержит витамин D и образует у нас в организме тот серотонин или гормон радости, который нам всем так необходим. Я подготовила салатные листья, граммов 100. Вот здесь микс руккола, мангольд, фресе, корн. В общем, все, что вам нравится. Одна груша спелая, один лук-шалот, одна маленькая долечка чеснока и где-то граммов 300 лисичек. Ну, в общем-то, весь салат у нас сводится к изготовлению нашего замечательного соуса из яблочного уксуса, масла и меда. И поджарим мы лисички. И на этом, собственно, все. Все будет быстро и просто, как всегда. Сейчас мы сначала подготовимся. Возьмем лучок шалота один всего, почистим его и миленько порежем. Нам его надо будет пожарить вместе с лисичками, но чуть-чуть позже, когда лисички позолотятся сначала. Лучок мы порезали. Теперь долечку чеснока туда же. Чеснока нам надо немного, чтобы не перебить запах лисичек и вкус, тем более их прекрасно. И теперь у нас осталась груша. Вот такая замечательная, красивая груша. Шкурку мы с нее не снимаем. Мы должны разрезать на тоненькие долечки. То есть мы берем вот так. И теперь тоненько-тоненько нарежем грушку на красивые такие долечки. Самые красивые долечки потом выберем для салата. Там, где косточки, мы вырежем. Срединку. Вот так вот. Я думаю, что нам груши хватит. Теперь мы сделаем соус. Соус будет на основе меда и яблочного уксуса. Яблочного уксуса мы положим с вами 1 чайную ложку. Меда 2 чайные ложки. И разведем это оливковым маслом. Сначала немножечко. Буквально 1 столовую ложечку. Все это смешаем. До однородного состояния. Мед должен раствориться обязательно. Потом добавим еще где-то 3-4 столовые ложки масла. Нам понадобится для соуса. Вот так. Теперь соль, перец. Теперь нам остается только поджарить лисички. И салат практически готов уже. Все быстро и просто. Переходим к плите. Разогреваем сковороду. Выливаем оливковое масло. Немного, где-то ложку-две. Лисичек где-то здесь. Граммов 300. Теперь нам надо их поджарить до золотистой корочки. Только потом положить лук. Масла лисички впитали много, поэтому можно немножко добавить. Огонь поставим большой, чтобы это было быстрее. Теперь кладем лук и чеснок. И подливаем еще немножко масла. И продолжаем жарить. Еще минут 5, наверное. Поперчим грибочки. И посолим. Пока наши лисички остывают, мы теперь займемся непосредственно листиками салата. Я предлагаю их обязательно полить заправкой немножко. Вот так вот. Двумя-тремя ложечками. Четырьмя даже. И потом перемешать. Для того, чтобы их заглазировать, чтобы они были красивого, блестящего вида. А потом мы их рукой уложим на тарелку. Так, все. Салатные листья у нас готовы. Мы берем сервировочную тарелочку. И укладываем руками салат в середину. Далее мы берем грибы. И укладываем вокруг. Кладем хаотично грибы. Вот так мы уложили лисички. Теперь мы укладываем грушу. Грушу можете укладывать абсолютно как угодно. Она может быть уложена вот так. Ее можно немного. Мне кажется, что на эту порцию нам хватило бы, наверное, и половинки. И польем еще сверху немножко заправкой, чтобы попало на грушу, на грибочки порезательные. Вот так. И вот так. Наш салат готов. Приятного аппетита! Будьте с нами и не переключайтесь! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!